друзья приветствую всех на своем канале карманный ураган меня зовут дина и мы продолжаем свое велопутешествие по беларуси и на этот раз мы наконец-то добрались до деревни стри в кобринском районе брестской области и добрались мы в одно очень интересное место о котором я вам сейчас расскажу и покажу место это называется проект земляне и представляет собой такой приют для животных но не в обычном представлении до что приют это какое-то место где содержится в клетках кошечки и собачки в ожидании того что хоть кто-нибудь их возьмет нет проект земляне это больше чем обычный приют хотя бы потому что здесь помимо 10 собак и 5 кошечек проживает одна большая свинья одна средненькая вьетнамская свинка два козла одна козочка две курочки один петушок и 3 утенка а совсем недавно в приют приехал даже конь проект этот организовал человек по имени сергей и я уже успела даже записать с ним интервью который обязательно появится на моем канале и где сергей подробно рассказывает вообще об идее этого проекта о том как здесь все осуществляется о том какие у него планы грандиозные поэтому обязательно это интервью посмотрите и вдохновитесь его идеями ну а мы здесь на самом деле находимся уже больше недели и занимаемся тем что помогаем сергею как раз по его вот этому хозяйству потому что хозяйство здесь большое здесь вот территория такая вот это дом здесь сейчас идет стройка здесь различные хоз постройки вольеры для животных там есть пруд где плавают утята баня огороды а вот здесь вот растет такой сад с голубикой и еще есть большая территория на другом участке в которой тоже планируется такое расширение для проекта земляне ну а именно сегодня сергей и вся его семья уехали в город по делам и все хозяйство осталось на нас двоих на дворе утро и в наши обязанности входит забота о животных их всех нужно накормить выгулять убрать вольеры и в общем то я сейчас всем вам покажу как у нас проходит этот день ну то есть я в общем то покажу то чем мы тут занимаемся каждый день уже на протяжении больше чем недели покажу вам всех этих зверюшек и сначала мы идем выводить козликов вот в этом помещении у нас живут козлики две собачки утята и две свинки и мы их по очереди будем выгуливать потому что не все животные ладят между собой некоторые собачки могут съесть уточек поэтому они все выгуливаются по графику вот сначала мы выводим козликов потом будем выводить собачек ну что всех по порядку пойдем так кто тут у нас кто тут у нас уже хочет выходить сейчас будем выводить вот это джульетта это джульетта вот они уже высунули мордочки козлики все по очереди да кто у нас сначала 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 у нас жульетка наша девчонка рома ромка ромка ломится так что беленький это у нас ромео вон там виднеется но спана это пан сейчас всех выведем всех и тебя тоже так выпускаем двух собак у нас там белка и бим им пора на улицу вот белка помчалась и помчался бим ну они знают куда им бежать пусть гуляет козлики привязываются здесь же рядышком тут у них много травы и косить ее заодно не надо они все съедают так что они пока в летний период прекрасно живут на подножном корме весь день они пасутся а потом на ночь идут спать свои апартаменты а вот и главный житель приюта земляне высунул пятачок и ждет жди марфуша жди твоя очередь настанет он все время бебекает когда выводит остальных боится что его одного оставит он такой компанейский его даже иногда мы не привязываем потому что он все время тусуется вместе с теми он не убегает но для того чтобы вывести его надо конечно захомутать ну что теперь выводим самого непоседливого жителя вот она уже пятачком выламывает марфуня марфуничка зачем ты пошла козла марфуня выходит на прогулку сочные одуванчики свинья кстати очень быстро бегаете за них лишь нужен глаз да глаз потому что она может тут на начать разорять огороды марфуня марфуша знает что за это зеленой дверью находится ее еда поэтому она часто возле нее тут патрулирует но еду мы дадим попозже пока пусть она погуляет чтобы не растолстела у нее должна быть утренняя пробежка фитнес побежала побежала вот это кстати санта марфуша спокойно гуляет собаками периодически следит за порядком поэтому она периодически если кто-то порядок нарушает она начинает лаять а а это пина это девочка слышит что открывается дверь ломится ломится а санта сторожит а марфуша знает что сейчас что сейчас будет еда свинья затихла терпеливо ждет караулит когда вынесут ведро с ее едой интерес см lira да да вон маршушка маршушка куу а, цяпнула за коленку зараза Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Другой бачок Надо покопать немножко и нырок Все Ванна пошла Вот все, ни один комар не прокусит Все, отмокаем Ой, Марфуша Субтитры сделал DimaTorzok Ой, 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 ой Целое ведро И вот так она повизгивает Бежит за еду, что хочешь, сделает Все, за еду она побежит Сама домой Вот оно, поросячье счастье Все, закрываем Нагулялась А вот у нас уже высовывается еще один пятачок Еще один маленький хороший пятачок Сейчас мы будем ее кормить Вьетнамскую свинку зовут Хрю-Хрю И она, в отличие от Марфы Пищевыми отходами всякими не питается Для нее нужна отдельную еду Вот она, например, очень любит свежие яблочки Поэтому мы вот ей режем яблочки на части Чтобы она там не подавилась, не поперхнулась И она вот будет кушать свежие яблочки Так что у нее свой рацион Так, теперь пора кормить Хрю-Хрю Это у нас вот такая девочка хорошая Вот такая вот хорошая девочка Вьетнамская свинка Поросеночек Поросеночек, который любит яблочки Но она немного стесняется Она еще совсем недавно, буквально несколько дней Она немножко еще такая пугливая Тут за стенкой пылесос Пылесос работает Мечет все Кушай, кушай Хрюшенька Ты хороший поросеночек Ты хороший поросеночек А ты свой пятак Давай к себе туда, подальше Здесь у нас колодец И мы сейчас будем набирать ведро воды И понесем его коню Вот тут у нас привязан конь По кличке Мир И вот ему водичка Конь пока живет на подножном корме По-моему, прекрасно себя чувствует А пока у нас гуляют собаки Коты спят дома Коты у нас гуляют В другое время Вот еще один кот Это Локи Полосатик Это у нас Рысик Вот эти две подруги Это Селена и Ириска Они вот так любят спать вдвоем А тут вот пенсионерочка Мурашка Тихий час кошачий Все, у нас все собаки нагулялись Сидят по вольерам Остались вот эти вот две Дамочки Санта и Пина Но они у нас примерные гражданки Хорошие, они хорошие Послушные собачки Они не будут нападать ни на кого Поэтому мы сейчас идем выводить утят Ну что, так как собаки, как я уже говорила Все сидят по вольерам Остались только две, которые ни на кого не нападают То теперь по очереди выпускаем птичек Вот тут у нас живет Петя И две курочки Вот он Петр, знакомьтесь Петр у нас идет гулять И самое крутое во всем этом Самое необычное То, что вот этих птичек никто никогда не съест Потому что я напоминаю, что это приют для животных Которых, можно сказать, даже многие из них были спасены от праздничного стола В том числе вот эти петушки, курочки, например, хрюша, марфа Потому что ее хотели на Пасху сделать из нее жаркое Но она была спасена благодаря Сергею и его проекту Ну что, а теперь выпускаем утят Так, вот смотрите, друзья Новый житель Он появился буквально два дня назад Такой вот он маленький еще пока Даже говорят, что это будет индоутка Я, честно говоря, в маленьких не могу разобраться, кто это будет Ну, пока вот такой у нас утенок Мы ему еще даже имя не дали Но пока вот называем его Пик-пик Утенок Пик-пик, потому что он пикает Вот такой вот он хорошенький Маленький Так Так Ну, моя задача, в общем-то, вывести утят из вольера И довести их до озера Здесь озеро называется Саженка Ну, точнее, это не озеро Это такой маленький прудик И тут уже утята, в принципе, идут сами Они знают дорогу Они сейчас тут будут щипать вот эту вот травку А потом сами спустятся туда на Саженку И будут там плавать И более того, утята такие умные Что вечером, когда они уже наплаваются Они сами выходят, сами приходят к дому Ну, и там мы их уже потихонечку загоняем обратно в вольер И вот на самом деле я так посчитала, что примерно мы здесь две недели, оказывается, уже находимся Вот так незаметно летит время И за вот эти две недели взаимодействуя с разными животными С утками, с петухом, с курицей, с козами И вот со всеми этими вот животными, которые здесь живут И даже вот с разными кошками У каждого из них начинаешь уже понимать, что есть свой характер Да, вот все кошки абсолютно разные Все собаки абсолютно разные У каждой собаки там свои черты, свои какие-то фишечки Свинья, насколько она не просто умная Она очень хитрожопая Она еще может капризничать, вести себя как девочка Да, все-таки она морфушка-девочка И вот утята опять же, да То есть все эти животные, они разумные Ты понимаешь, что это такие же живые существа Да, конечно, они не в той степени наделены разумом, в которой наделен человек Но тем не менее, то, что в них присутствует разум И то, что они испытывают боль То, что у них есть чувства, есть привязанности и так далее Это несомненно И когда ты с животными так близко взаимодействуешь постоянно Ты это понимаешь И вот это одна из причин, по которой я больше 10 лет вот уже не ем животных Потому что я не понимаю, как можно съесть живое существо Просто ради того, чтобы я насладилась Да, я понимаю, что если бы я жила там на крайнем севере И у меня там кроме тюлени и оленей больше нечего есть Я вынуждена выживать была бы, да Тут как бы нет вопросов к народам крайнего севера Которые выживают за счет этого Но мы, которые живем в изобилии У нас есть огромный выбор У нас есть выбор продуктов Есть выбор овощей, фруктов, ягод, бобов И вообще всего-всего И зачем мы будем поедать этих живых существ Я не понимаю Ну, это было такое лирическое отступление, скажем так И, конечно, далеко не все это поддерживают И более того, на Сергея, который тоже, естественно, такие же идеи продвигается Местные жители смотрят как на сумасшедшего И он об этом, кстати, вот в интервью рассказывает Вот, поэтому обязательно посмотрите это интервью Это очень интересно Вот, ну, тем не менее Я высказала свою гражданскую позицию по этому поводу А теперь мы идем И я покажу вам еще четверых собак Которых мы не выпускаем гулять Ну вот, я думаю, вы понимаете, почему мы не выпускаем этих четверых собак Потому что эти четыре собаки Один из которых Лютый, да? У него даже и кличка такая Они слушаются только Сергея Он единственный хозяин И поэтому они слушаются только его И когда он выпускает их гулять Он абсолютно всех загоняет домой Он загоняет этих двух собак Он загоняет всех животных по вольерам Обязательно утят Тоже петушков, курочек, козочек То есть все по вольерам Кошки по вольерам Все люди домой И тогда вот он только их по вечерам выгуливает Потому что эти собаки, они такие диковатые, такие суровые Псы, они уже старенькие И вот Герда там, овчарка Ей уже, по-моему, 14 лет даже Так что тут такие собачки специфические Но все они вот нашли свой дом В этом замечательном проекте Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»